ЗАГСы Хабаровского края ведут прием заявлений на выплату за супружеское долголетие. Распоряжение о ней в феврале этого года подписал Михаил Дегтярев. Выплата составляет 25 тысяч рублей. Право на такое финансовое поощрение имеют те, кто прожил как минимум 50 лет в одном браке. Второе, обязательное условие проживать в регионе последние 20 лет. Выплата полагается при вручении памятного знака правительства края за супружеское долголетие. Эта награда была учреждена три года назад и представляет собой уменьшенную копию арки, которая находится в краевом сквере семьи, любви и верности в парковой зоне стадиона имени Ленина. А теперь к ней добавили и денежное поощрение. Оформить такую выплату также могут и те супруги, которые уже получили почетный знак ранее. Прием документов начался с 15 марта и сразу же в отделах ЗАГСа возник ажиотаж. Только за первые три дня и только лишь в одном ЗАГСе Хабаровска приняли более 100 семей претендентов на премию за супружеский стаж. Специалисты уверяют, что необходимости торопиться поскорее подать заявление, а в числе первых нет. Заслуженную награду и деньги получат абсолютно все, кому они положены. Приглашаем к разговору нашего гостя. Это Эдуард Бордовский, начальник отдела организации исполнения государственных полномочий и предоставления государственных услуг в сфере деятельности органов ЗАГС, Комитета по делам ЗАГС и архивов правительства края. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Вот получается два условия самых главных. Это 50 лет в одном браке и 20 лет проживания в Хабаровском крае. Какими документами нужно подтверждать первое и второе? Паспортом и естественным регистрацией брака, если у вас сохранилось. Если у вас его нет, по причине утраты, всяких разных других причин, достаточно паспорта в данном случае. То есть, в принципе, все это поднимается из архивов и восстанавливается? Да, мы проверяем. После приема заявления у нас есть время на проведение проверки. То есть, посмотрим, действительно, брак есть. Потому что бывают такие случаи, что люди живут в браке, сходили в суд, развелись и забыли расторгнуть брак, а передумали. Но при этом, при всем, 20 лет прожить в регионе, да? Здесь подтверждается какие-то документы с работы или что-то еще? Нет, тоже подтверждается паспортом. У всех в паспорте на страничке номер 5 есть печать о прописке, да? И там есть дата. То есть, с этой датой мы смотрим. Уже сейчас возникает очень много вопросов по части определения этого стажа. Потому что меняют паспорта, переезжают и не хватает срока. Пока, по постановлению правительства 11ПР, у нас только два варианта. Паспорт и решение суда об установлении факта проживания. На сегодняшний день подготовлены изменения, которые разрешают нам принимать документы в виде справок из паспортно-резовой службы, ЖКХ, подтверждающие то, что человек проживал за пределами того штампа, который стоит в паспорте. Потому что там бывает, ну там полгода не хватает. Потому что в основном люди за 70 паспорта получали в 2002-2001 год компания. То есть, даже первый штамп уже дает право на выплату. Люди уже предоставляют нам. Мы пока без постановления уже принимаем такие документы, потому что они потом вступят в законную силу распределяться на правоотношения, возникшие с 15 марта. То есть, если вдруг в паспорте не хватает годиков, тогда нужно, или в ЖКХ, в ЖУ, ТСЖ, кто занимается паспортизацией, либо в паспортно-резовой службе запросить такую адресную справку с последнего места жительства. Не последнего места жительства, а с того места жительства, которое было до печати. А может быть такие случаи, что человек проживает дольше, а просто печати поставили, дату переноса. Вот есть такие нюансы и тонкости. В случае чего, я так понимаю, всех проконсультируют, всем все подскажут и расскажут. Мы знаем, что у нас есть информация, что определенный ажиотаж даже возник в связи с этим, что много пар, которые соответствуют данным требованиям. Ажиотаж-то мягко сказано. Просто вот этот памятный знак, он не видоизменился. Он был учрежден в год-столетия образования органов ЗАГС Хабаровского края и вручался уже в течение трех лет. За три года, не имея выплаты к нему, просто чтобы люди обращались за аксой, получали, мы вручили 500 знаков. 500 знаков? 500 знаков. На сегодняшний день мы уже имеем на регистрации 1885 заявлений. Немало, честно говоря. Так это ведь каждому еще нужно вручить такой знак? Да. Его еще изготовить надо. Очень красиво, памятно, мне кажется. Да, он технологически изготавливается не так быстро. То есть у нас есть небольшой резерв, мы рассчитывали. Но сейчас нужно срочно проводить. Пока не торопимся. Я думаю, уже поняли, что торопиться не нужно. Вот каким образом можно подать документы, кроме личного приема? Кроме личного приема можно подать через портал Госуслуг. Министерство информационной технологии края нам пошло навстречу, и мы быстренько в оперативном порядке запустили на региональном портале Госуслуг. Не рассчитывал, что будет много, потому что, чтобы подать, нужно, чтобы каждый из супругов был зарегистрирован на портале. Но, тем не менее, на сегодняшний день уже 25 заявлений принято через портал Госуслуг. Если родители старенькие, пожилые люди, могут дети подать документы о задаче с этим вопросом? Дети могут, но для этого нужна нотариальная доверенность. Но мы идем на встречу и понимаем, что нотариальная доверенность – это очень дорого. То есть, если лежачие, не могут по состоянию здоровья, обращайтесь в отделы ЗАГС, родственники, если хотя бы один ходит, то есть, может подойти. Мы в этих ситуациях поможем, расскажем, как это все сделать, чтобы с минимальными затратами подать заявление. То есть, мы прекрасно понимаем, что это проблема. На сегодняшний день работаем с соцзащитой, тоже вносим изменения постановления правительства, чтобы учреждения социальной защиты, которые занимаются социальным обслуживанием на дому, имели такую возможность принимать эти документы без отриального оформления. Ну, тут есть небольшие проблемы с межведомственным согласованием, но я думаю, что мы их решим. Ну да, потому что эта мысль приходит автоматически. Телефон, если что, прямо сейчас, вот здесь внизу на экране, вот нужно ли вообще, в принципе, торопиться? То есть, есть ли какой-то срок, после которого скажут, ну все, извините. Абсолютно никакого срока нет. То есть, как бы, договоренность достигнута, что все заявки будут освоены, деньги все получат. В ближайшее время откроется возможность подачи через МФЦ, пока только органы ЗАГС задействованы, будет в ближайшее время решен вопрос с МФЦ. То есть, МФЦ это плюс тот ОСП, который находится в поселениях. То есть, соответственно, круг мест приема заявлений расширится. Ну, это после мая, думаю, где-то это вступит в законную силу. Постанавливание правительства находится на согласовании, как только мы его согласуем. Оно вступит в законную силу, и мы дальше пойдем его реализовывать. Сколько вообще у нас таких пар, по вашим данным? Потому что 50 лет в одном браке, но это приличный срок, и не каждый умудряется. Понимаете, сложно сказать, сколько таких пар. Потому что определить... У нас сейчас федеральный единый государственный реестр записи актов, который содержит информацию о всех браках. Но там есть количество браков, количество разводов, грубо говоря. Место жительства там только при регистрации. Люди переезжают, мигрируют, умирают. Единая такая система, которая бы сказала, что у нас 50-летний, допустим. Единственное, что я могу сказать. Есть такой опыт в Пензенской области. Они выдают 5 тысяч рублей супругам проживших. Выдают эту сумму они с 2007 года. За 2020 год ими было принято 2500 заявлений. То есть, это вот как бы вот в плановом режиме они идут, идут, идут. Дошли до 2000 года. А у нас сейчас сегодня начало, то есть старт, то есть все. То есть, предположить, ну, можно и 20 тысяч сказать, и 25 тысяч будет. Я не могу сказать, сколько их будет. Но вот на сегодняшний день уже, грубо говоря, 2000. То есть, в неделю мы принимаем, условно скажем, тысячу, даже больше заявлений. То есть, там с 2007 по 2020, 2500, а у нас уже почти в 2000, когда вот только. Да, потому что там, ну, в 2016 году в Песе брать Пензу, да, там принимали те, кто перешагнул 50-летний рубеж. То есть, это, ну, маленькая часть. А тут же люди только узнали, а жонотаж возник. И получается, что, ну, сами цифры себя говорят, 2000 за неделю. Если так идти, то тенденция, ну, по крайней мере, тенденция за первая-вторая неделя сохраняется. То есть, по количеству приема заявлений, то есть, сохраняется тенденция, что в неделю по тысяче заявлений по краю мы принимаем. Ну, времена идут. Вот те люди, которые 50 лет назад сочетались с законным браком, это было достаточно давно. Но вот современный брак, он, вот, есть какие-то данные, какая статистика, сколько лет примерно длится? И увеличивается ли со временем число разводов, точнее, соотношение разводов? Ну, вот, если берем прошлый год, да, 19-й год, было 9 775 браков и 6 893 развода. Но это не значит, что 70% браков было расторгнуто. Потому что, по действующему законодательству, в прошлом году, ну, в этом году такая же примерная тенденция, бывали случаи, что на один брак составляются 2 развода. Потому что по решению суда человек имеет право перейти в ЗАГС по месту жительства. Не всегда с мужем они приходят вместе. То есть, жена, допустим, расторгла в индустриальном ЗАГСе, супруга уехала в Краснодар, допустим, или там зарегистрировала, или, допустим, уехала в Советскую Гавань, там расторгла брак, не имея на руках решение суда. И мы, по факту, имеем две актовые записи. А сейчас несены изменения, в связи с единого реестра, когда возможность есть объединить всю эту систему в единую, то будет составляться одна актовая запись. Но это будет уже позже. Единственное, что могу сказать, что с пандемическими процессами 2020 года у нас произошло снижение на 16% количества браков. Оно понятно абсолютно, да? Потому что, да, люди переносили. Ага, и все-таки сколько примерно длится современный средний брак? Говорят, что институт семьи уже не тот, что не так дорожат отношениями. Вот по вашей статистике продолжительность? Ну, критический возраст 3 года. 3-5 лет. То есть, если человек 3-5 лет, 3 года пережил, как бы говорят, потом 5 лет критически. А потом уже пошло, как бы, уже по нисходящей экспоненте, то есть расторжение браков уже... Ну, вот сегодняшняя тенденция нам говорит, что вот долгожителей у нас в крае не так и мало. Но вообще говорят, что любовь спасет мир, поэтому давайте как-то будем стараться. Как сказать? Тут такую статистику сказать, что вот как, сколько брак... У каждого случая уникальная, то есть, и сказать, что вот именно... Я прекрасно понимаю. Оберегаем то, что имеем и храним. Спасибо вам большое за это утро, за интервью. Я напоминаю, что в гостях у нас был Эдуард Бардовский, начальник отдела организации исполнения государственных полномочий и предоставления государственных услуг в сфере деятельности органов ЗАГС, комитета по делам ЗАГС и архивов правительства края. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова